Всем привет! Завтра я еду в больницу и сегодня приготовила вещи. Еду на поезде. Итак, мой наряд дня на завтра. Это рубашка темно-синяя льняная от Зары. Футболка под нее будет, оливье. Вот с такими красивыми рукавчиками, но их будет не видно, так как я сверху надену рубашку. Завтра будет погода 20 градусов, но солнечно. Джинсы от СА. Я как влезла в них, так и ношу. Новые ботиночки скетчерс, ботиночки-баскеты, так называемые. Надеюсь, они мне не натрут ноги. Вот я уже, например, распечатала свой билет. Будут у меня сережки под ботиночки. Вот Сваровский, вот такие красные. Парфюм на мне будет Beautiful от Estee Lauder. Маска обязательная в поезде. Видите, как у меня все подходит. Не подходит только сумочка от ГЭС. Я ее уже таскаю полтора года, по-моему. Она мне очень нравится. Но сейчас пасу новую сумку от ГЭС. Хочу сумку, смотрю ее на Золанда. Также она продается в галерее Инны и в Вильду в Шарлюра. Но скидки у нас перенеслись 1 июля на 1 августа. Я жду скидок на эту сумку. Такой наряд дня. Ну что ж, до следующего включения. В поезде маски обязательны. И вот, упс, я забыла маски дома. Вчера с вечера приготовила их. Пришлось прикрываться вот так бумажным платочком. Какие-то дела. Так начался день. Бокзал Шарлева. Решила зайти в дистрибьютор, купить себе маску. Там остались только маски из материала по 15 евро. Ничего себе обалдела я. И решила попытать свое счастье в аптеке. Вон там, на вокзале есть аптека. И там продают маски из материала по 6 евро. А также маски по одной штуке 85 центов. Это чуть дороже, если вы берете упаковку. Я взяла себе две маски. Повезло сегодня. И нашел дождик. И он сменил мои планы по одежде. А здесь смотрю солнышко. У меня пересадка на другой поезд. Но все равно мне ждать придется. Так что вот так. А это Шарлева. Бокзал. Освободили скамейки. Прошлый раз, первый раз после карантина строгого, когда я приехала в Шарлева, скамейки были опечатаны из красной вот такой ленточки, чтобы на них не сидели. А сейчас ленточки убрали. Остались только вот такие штучки. Сидеть уже можно. Очередная, скоро начинается открытие фазы. Четвертая фаза выхода из карантина. Кстати, скидки перенесли с первого июля на первое августа. Я пошла одну сумочку. Теперь ждать еще целый месяц. Интересно, куплю я ее или нет? Как хочется. Я ее давно уже сижу. Не могла пройти мимо. Вот такой старый поезд мне придется взять. Он идет, кстати, до Эссена, до Брюсселя и Антверпена. Такие сидушки в нем. Давно я таких поездов не видела. Засмотрелась я на него и чуть не опоздала, не проехала свою станцию. Машина Понт. Промышленный индустриальный центр вблизи Шарли-Руа. Он входит в зону Шарли-Руа. Кварталы рядом с вокзалом не очень презентабельны. Заселены в основном турками и выходцами из Северной Африки. Сюда я приехала в госпиталь. Также в Маршене находится огромный госпиталь. И живет довольно большое количество иностранцев. Здесь мы видим магазин балканских продуктов. Видите вывеска? Но я сюда не заходила. Болгарские. Также, да, болгарские продукты. Вот такие домики здесь. Но сюда я иду, дабы посмотреть магазины. Курецкие магазины. Мараканские, алжирские. Они построили уже свои, построили, сняли свои супермаркеты. Продают свои продукты и не только. Они хороши овощами. Я зашла вот один магазинчик. Такие огурчики, допустим, очень трудно, почти невозможно купить в супермаркетах в обычной вельке. Также проблемы с укропом. Здесь я подумала, что это щавель. Но нет, это шпинат. Здесь я снимаю, потому что нету народу в этом отделе. А также магазин райкан. Кстати, здесь продают неплохое мясо. Баранину. Оно дешевле, чем в обычных магазинах велька. И вот здесь еще один магазинчик. Один на одном супермаркете. И рядом с мусульманскими кварталами восвыезжается церковь Нотр-Адам Мизерикорд. Или церковь Милосердия. А вот кто-то забыл свои ботиночки. Так, цель моего визита вот этот госпиталь. Здесь уже получше домики. Садиться рядом нельзя. Это зал ожидания. А дальше кабинеты врачей. Никого нет. Я была одна. И видите, запечатаны вот так кресла. Держим социальную дистанцию. Я взяла коктейль детокс. Здесь морковка, свекла, сельдерей и еще что-то я забыла. Ну так себе. Что-то я поспешила. С правильным образом жизни. Сбегала в галерею именно посмотреть мои сумки. Кстати, моих сумок нет. Вот так. Теперь пасти мне их можно только на балансе. Посижу чуть-чуть. Здесь подожду поезда. Он пока не печат, но скоро. Купил пактельчик. Зайду в аптеку, возьму это откусываю. Итак, что же я купила в двух турецких магазинах? Вроде бы немного. Ну давайте посмотрим. Я купила кабачки. Вот такие белые. Сейчас сезон кабачков. У многих растут они на дачах. Также продаются. Их много. Но у нас же напряженка вот с такими белыми кабачками. Я купила их в Рейхане. По цене 2,49 евро за килограмм. Это дороже, чем цукини, которые продаются у нас везде. И дороже, чем желтые кабачки, которые я также покупала. Но я люблю больше белые кабачки. В общем, их только в Брюсселе я еще видела. А так их, ну, в общем, я не вижу. Значит, здесь 4 белых кабачка. И вышли они мне в 3,83. Я купила цветную капусту Романеску. Вот такую зеленую. Сейчас также молодой капусты еще нет. Она стоит штука 99 центов. Я отобрала вот эти кусочки. Ну, вообще, я разочарована турецкими магазинами. Когда я первый раз была там, мне показалось, что больше выбор. О, что я купила. Семечки. Семечки стоят 69 центов. Они были по акции. В самом деле, они стоили 95 центов. Я купила 2 пакета. Были еще соленые, но я купила не соленые. Чай зеленый. Я не люблю зеленый чай, но ко мне хочу пригласить подругу в гости. Она с дочками пьет зеленый только чай. Стоит 200 грамм 1,79. Также по акции. Так он стоил 2,19. Огурчики тоже. У нас напряженка вот с такими маленькими огурчиками. Здесь 6 штучек. Цена была 1,95 за килограмм. Вот я купила 6 штучек. И вышли они мне 1,57. Там также были другие, тоже тоненькие, длинные огурчики. Там надо было брать 2 килограмма. Я не хотела тащиться, естественно, оттуда. И еще не знаю, зачем я купила уксус национальный марокканский. Я думала, это как эссенция, потому что не нашла сколько он процентов. Эта бутылочка 45 центов стоит. Но в поезде я уже рассмотрела. Здесь всего 6% он с карамелью. Ладно, попробуем. Что за такой уксус национальный марокканский? В другом же магазине ТАЖ. В Райхане не было укропа. Укропом тоже напряженка, особенно у нас. Я купила 2 пучка укропа. И пучок укропа стоит 1 евро. Кинза, 1 пучок цены не было. Но позже я посмотрела, 35 центов пучок. Также мне ТАЖ больше понравилось мясо. Вот эта курочка, цыпленок. Мне обошелся в 2,08. Хотя продавец сказал, что 4 за 10 евро. Продаются. Я говорю, можете мне свесить 1 евро? Он говорит, да. Посмотрела на чеки 2,08. Почему-то. И я хотела, конечно, купить баранина. Разочарованная также из-за баранины. Она не очень дешевая. Я купила 4 транса Жиго. Эта ножка вот так рубленная. Они такие хорошие. Естественно, дешевле, чем у нас стоят. Около 14 евро за килограмм. Здесь почти килограмм мяса. Вот такие покупочки я совершила. Кот-денёли, котлеты. Вот эти с робушком на косточке я не стала брать. У нас стоят они 19 евро дороже, чем вот эта мясная ножка. А там 13 евро за килограмм. Но ехать из-за них туда, во-первых, все равно не любят очень когда. Вот эти ножки. Когда косточек много. Ну, такие покупочки я совершила. Вот зелень не купить там, где я живу. В Брюсселе на рынке меди, конечно, можно это все купить. Но от меня в Брюсселе далековато. Семечки тоже продают только в магазинах для животных. Капуста Романеско за 99 центов. Это хорошо. У нас вообще ее нету даже. Ну, вот и все. Я уже приехала, устала немного. Такое было видео. До новых встреч. Всем здоровья и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok